В этом видео хотелось бы поговорить на тему школьников с перцовыми баллончиками. Но сначала игровой фестиваль от AppGallery. Нажимай отметиться раз в день и получай за это два ключа. За каждые потраченные 75 рублей на игры из этой подборки получай один ключ. За установку любой игры из этого списка один раз вы получаете за это три ключа. Затем ключи можно обменять на купоны номиналом от 60 до 400 рублей. А потратить их можно на игры из этого списка. Порекомендовал бы кстати игру Tales Noir. ММО со стилистикой аниме, что очень приветствуется сегодняшними трендами. В игре вас ожидают захватывающие бои, а также интересная кампания. Игровой мир достаточно разнообразен, а прокачка персонажа простая и не утомляющая. Ссылка на акцию, игру, а также как установить AppGallery все находится в описании. В последнее время я заметил прямо новый тренд среди школьников на покупку перцовки. Также недавно я увидел новость в ВКонтакте про оборзевшего школьника, который залил безобъективные причины взрослого мужика и его сына перцовкой. И я понял, что точно нужно делать на эту тему ролик. Один из самых распространенных вопросов на эту тему. Можно ли носить и пользоваться несовершеннолетним перцовым баллончиком? За ношение перцового баллончика школьникам, если об этом каким-то чудом узнает полиция, по закону родителей могут привлечь к административной ответственности. После чего вынесут либо предупреждение родителям, либо заставят заплатить штраф. А вот уже за применение перцовки школьниками может последовать даже уголовная ответственность. Здесь уже все зависит от случая и возраста школьника. Но и также, возможно, административная ответственность. В любом случае, ничего хорошего отношения и уж тем более от использования баллончика точно нет. И делается это школьниками на свой страх и риск. Все-таки законом им запрещена перцовка. И это может принести проблем их родителям, ну и самим школьникам в принципе тоже. Это же, кстати, касается и, к примеру, электрошокера, который тоже несовершеннолетним запрещен. И возлагает ответственность за его ношение и использование. Сам по себе перцовый баллончик без паспорта так-то даже не имеют права продавать. Но, естественно, будут исключения, когда некоторые продавцы будут забивать на ограничения и продавать всем подряд, в том числе и школьникам. Все же нужно понимать, что возрастные ограничения на перцовку поставлены не случайно. Потому что многие школьники в силу возраста абсолютно не думают, когда что-то делают. А перцовка это в первую очередь оружие, которое может и навредить человеку. Поэтому школьники и могут натворить делов, а последствия этих дел могут быть неисправимыми. Я вот уверен, что под этим роликом я увижу кучу подобных комментариев. Вот лично я баллончик купил для собственной безопасности на всякий случай. И просто так применять его точно не буду. Вернувшись даже к новости из начала видео про школьника, который без какой-либо надобности прыснул перцовкой во взрослого мужика и его сына. Которые ему ничего не сделали, и это уже атака, а не защита, что, соответственно, может быть уголовно наказуемо. Расскажу даже вам свою подобную историю, которая произошла с моим родственником. Мой дядя шел после работы, как неожиданно из-за спины к нему подбежали школьники и прыснули ему в лицо перцовкой. Естественно, что школьникам он ничего не сделал, а баллончика не использовали ни с целью оборониться, для чего перцовка так-то и предназначена, а просто его по сути использовали для нападения. Для чего они это сделали, непонятно. Возможно, хотели его ограбить, либо просто в силу малолетства не думают, что делают. И такие подобные случаи использования баллончика не по назначению не исключены. Перед написанием сценария я прочитал кучу статей, в которых рассказывалось, как школьник просто так разбрызгал баллончик и попал в других школьников и прочие подобные случаи. Но если рассматривать перцовку с точки зрения обороны. Также я прочитал одну историю, где школьник рассказывает, что его задирают другие ребята, и он достал перцовку, чтобы от них защищаться. Я тоже прошел школьное время, и были в моей жизни ребята, которые были ко мне плохо настроены. У меня возникали с ними конфликты, и некоторые тоже грозились меня побить. Лично, как я понял, что если ты будешь сам способствовать и разрешить мирным путем конфликт, то тебя и никто и пальцем, скорее всего, не тронет. И был у меня один такой случай. Моим одноклассникам, в том числе и мне, забили стрелку чуваки из параллели. Некоторые из них были старшеклассниками. Один из них нам сказал, что если вдруг мы решим пожаловаться класснухе, родителям или будем писать заявление, то нам будет только хуже. Естественно, мы тогда этого испугались и подумали, что действительно лучше этого не делать. Но был из нас один чувак, который об этом все-таки проговорился преподавателю, а та уже доложила об этом класснухе. И не поверите, как только класснуха подошла к ним и сказала, что на них напишут заявление, они тут же поменялись в лице и испугались этого. Хотя нам говорили другое, а на деле даже слов о полиции испугались. После этого они перед нами просто извинились и, естественно, никакой стрелки не было. Веду я это к тому, что если как-то способствовать решению проблемы иначе, без применения всякой перцовки, драк, можно всего этого избежать. И не нужно стыдиться жаловаться родителям, что вас обижают в школе, либо учителям. Лично в моей жизни, каждый раз, когда я жаловался на обидчиков, эта ситуация после вмешательства взрослых тут же решалась. Когда мы с сестрой были в начальной школе, был один борзый пацан в школе из класса 6-7, который нас постоянно задирал. И как-то мы вместе с мамой шли из магазина и увидели его. И моя сестра сказала маме, что он нас обижает. Мы подходим с мамой к нему, и после этого он больше нас не трогал, а со мной даже здоровался. После этого у вас, возможно, сложится впечатление, что я, кроме как жалоб, больше никак не могу решить какие-то подобные проблемы. Будучи школьником, я занимался дзюдо и был сам по себе достаточно высокого роста, значительно выше своих сверстников. В целом я был достаточно сильным и мог даже без жалоб, в принципе, за себя постоять. Но конфликты я не любил и по возможности старался их избегать. Как говорится, лучший бой тот, который не состоялся. Так как я был все равно физически не слабым, лишний раз меня тоже мало кто решался трогать. От этого конфликтов было меньше. И занятие спортом, какой-нибудь борьбой или же боксом, как лично я считаю, что это очередной за, чтобы вообще отказаться от покупки перцовки. Приведу в пример моего одноклассника, который с самого начала обучения в школе занимался дзюдо. В итоге физически он стал настолько сильным, что его не то чтобы сверстники не трогали, а даже старшеклассники боялись. И тут даже баллончики просто никакие не нужны. И поймите меня правильно, я призываю заниматься боевыми искусствами не для того, чтобы применять свои навыки налево и направо, а только это делать в том случае, если в этом будет действительная необходимость. То есть сами ни в коем случае не пытайтесь применять силу, только если ваш адрес ее применили первыми. Также если вы будете заниматься каким-нибудь боксом или борьбой, это будет заметно и внешне. А значит на вас уже задираться будут намного меньше. Ну и следующая ситуация, связанная с перцовкой, которую я бы хотел затронуть. Если с пацанами все понятно, что хорошая дипломатия и занятия спортом сведут к минимуму рукоприкладства, то что можно сказать о девочках? Сами по себе девочки более слабые и перцовкой может потребоваться, к примеру, для защиты от мальчиков. Лично на моем примере я видел буквально пару раз, чтобы девочки дрались между собой. И то такое случалось с какими-то отбитыми девчонками, которые сами задирались на других подобных им девчонок и у них доходило до такого. Порядочных девчонок я вообще в такой ситуации ни разу не видел. Да и сами по себе драки среди девочек это большая редкость. А вот что уже говоря по теме обороны от мальчиков? К порядочным девчонкам, которые не позволяют к себе такого отношения, к ним также в наглой форме никто приставать не будет. А в случае чего, какой-нибудь жалобы родителям или учителям тоже вполне себе хватит. На выходе и получается, что какие-то конфликты для девочек маловероятны. В целом, что их кто-то тронет, тоже маленькая вероятность. А значит и необходимость перцового баллончика становится еще меньше. Вообще, подытоживая данную тему, лично я считаю, что перцовый баллончик сам по себе малоэффективен. К примеру, человек в конфликтной ситуации может растеряться и тупо забыть о нем. Также может просто применить его не так, как нужно. И в средстве этого перцовка не поможет. Поэтому, как лично я считаю, что мальчикам в школьные годы нужно развиваться физически. Заниматься боевыми искусствами, чтобы вероятность конфликтной ситуации была меньше. И сами парни в случае чего смогли за себя постоять. И от занятий спортом толку будет явно больше. Также не нужно бояться рассказывать о проблемах своим родителям, классному руководителю и другим взрослым людям, которые могут вам помочь. Нежели надеяться на какой-то баллончик, который якобы спасет вас от всех бед. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.